Одновременно с заседанием Кабмина, буквально через дорогу в стенах Верховной Рады, депутаты разделывали под орех главу Нацкомиссии по регулированию энергетики Дмитрия Вовка. Что больше всего интересовало народных избранников и каков итог этого отчета руководителя комиссии, узнаем у Екатерины Лысенко. Вчера они весь день рассматривали законопроект о конституционном суде, который в итоге провалили. А сегодня по плану выступления нардепов и вопросы ратификации. И, по сути, для голосования законов остается только завтрашний день. Мы зарегистрировали постанову про продолжение работы парламента, для того, чтобы он стыдно рассматривать социальные законы, для того, чтобы законы про переселенцы будут рассматривать, а не те вещи политические, которые сегодня занимаются парламентом. И мы считаем, что месяц перерывы, то, что сегодня они не дошли, это граница для парламента и граница, что он будет месяц отдохнуть. Но какая-то отмена выходных недель голосов за это в зале попросту не наберется. А сегодня депутаты ждут полудня, когда в Раду должен прийти глава НКРЭ Дмитрий Вов, к которому уже готовят вопросы. Власне принятие закон про ротацию руководителей и членов НКРЭКП. Вов приходит как про списание и полчаса рассказывает о своей работе. К отчету, видно, подготовился. Даже слайды и видео захватил. Но его монотонное выступление в полупустом зале прерывают. Нардепам хочется скорее перейти к конкретным вопросам. Пане Голово, я вас, будь ласка, прошу, последний подсумок. Одна минута, потому что люди хотят задать вам вопросы. Первым делом у Вовка спрашивают об обенплате за газ. Решение, которое НКРЭ уже приостановило. Но у главы регулятора ответ один. Все по закону, принятому самими же нардепами еще в 2015-м. Тогда за закон на рынке природного газа голосовали, в том числе, Народный фронт с радикалами. Комиссия это делала в соответствии к законодательству, коалиционные угоди и закону природного газа, который голосовали 290 народных депутатов. Люди за 25 лет проводили себе газопроводы за свои деньги, а вы их заставляете за комфорку 100 гривен платить. Совесть есть у вас. Проверю, что голосовали вы особо за закон природного газа, и поэтому буду последовательно выполнять решения, которые приняты в этой зале. Я хочу обратить вашу внимание, кто же это все критикует, и кто это вам сейчас рассказывает, все эти политические балочки. Те, кто 2 года назад, весь парламент, радикальная партия, Батьковщина, самопомощь, голосовали за принятие закону про рынок природного газа, который именно и предпочитает разделение платы за газ на две части, абонплата и плата безусловно за споживание. В то же время Вовк сказал, что по поводу введения абонплаты будут проводиться дополнительные консультации, на что зал ответил очередными нападками. Вам не консультации нужно проводить, пане Вовка, с общественностью, а нужно писать заяву про звольнение, и не ховаться за 18 месяцами индульгенции, которые вам надав президент Украины. Звольняйтесь. Но глава НКРС сказал, что он уже почти уволен. Правда? Через полгода. Что касается цену на газ, то Вовк сказал, такой тариф устанавливал нерегулятор. Комиссия в рахунку за природный газ отвечает только за 13%. И нет повноважений по подтверждению цен на природный газ. Уже два года уряд установляет цену на природный газ. Тариф на газ в руках НКНафтогаз. И не исключено, что и главу этого ведомства вскоре пригласят в Раду для отчета. Тут может быть какие-то кадровые решения, причем претензии до керевництва Нафтогаза уже давно висловлюються. Нафтогаз захопился самостоятельным разведом. Есть определенные европейские принципы по разделению деятельности. То есть каждая компания должна заниматься отдельным видом деятельности, а не монополизировать этот рынок. Если компания занимается и выделением, и транспортированием, и продажей, это в Европе уже считается непринятым и считается злочинным. Мы делаем либо рынок газа. Вы знаете, мы проголосовали законопроект, но рынка газа у нас нет. Вы не можете выбрать потребителя, вы не можете выбрать компанию. Когда есть конкуренция, всегда будет снижаться цена. Вы не можете этого сделать. А почему нет конкуренции? Потому что у нас есть компания-монополист, это Нафтогаз. Что же касается отчета Вовка, который, к слову, занял два часа, то, по большому счету, никаких решений не последует. И единственный результат это то, что депутаты услышали и увидели главу НКР. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер.